Задает вопрос, почему нужно говорить на немецком языке. Люди, которые переезжают на ПМЖ, вид на жительство, рабочая виза, там сдают экзамен на знание немецкого языка. Никто вопросов не задает. Но почему-то в Казахстане начинают возмущаться. Ребят, начните изучение казахского языка. Начните изучение фольклора казахского. Бата, те же самые, когда говорят, да, услышите перевод этих бата. Послушайте, о чем говорится, да. Стихотворение, музыка, кюи одни, которые, вот это вообще отдельный вид искусства. Кюи, душа плачет. Салимет, сізбе, курметы, достар. Меніні атым Ксения. Менің күйіммен және баламмен бірге Маскевден, Казахстанға келдік. Казыр мен қазак тілін үйрені бұжатым. Казахстанға келгі үйрен әрі үйрен үйрен қазір үйрен қаңна? Всем привет. В последнем своем интервью я затронула такую тему, чтобы все садики были перененены на казахский язык. Многие, наверное, зададутся вопросом, почему, зачем. У нас в садике есть русские группы и казахские группы, но когда дети между собой играются, язык общения у них русский. То есть в этом случае казахский язык, он не развивается. Если у нас другие национальности отдадут детей в казахский садик, то от этого ребенок не забудет свой родной язык, но помимо этого он будет знать и государственный язык, а в дальнейшем, возможно, английский и другие языки. А еще мне многие родители пишут, что хотят отдать ребенка в казахский класс, но боятся, потянет ребенок или нет. В таких случаях я всегда говорю, отдавайте ребенка в казахский класс, он может помучиться год, два, но потом этот ребенок скажет вам спасибо. Все не будет мучиться. Немка про казах.